Мы продолжаем разговор в рамках лекции о Вестгутской Испании и сейчас коротко, достаточно поверхностно, мы рассмотрим историю Тулузского королевства Вестгутов. Возникает оно, как мы с вами говорили, в 1418 году. Традиционная дата, замыкающая его историю, это 507 год. Однако, мы в этот разговор включим еще 5 десятилетий, даже 6, до середины 60-х годов VI века. Это так называемое смутное время Вестгутской политической истории, когда де-факто не было уже Тулузского королевства, не было еще Тулузского королевства, такой политический вакуум своеобразный. Давайте пошагово. Итак, я напомню, Вестгуты расселяются, согласно договору Фердус, подписанному с Римом королем Валии, расселяются они на вот этой достаточно узкой полоске суши, вот в Уйе на севере, тут у Лузы на юге, что вы можете видеть сейчас на карте. Однако, уже в правлении Теодориха I, собственно, заключившего очередной, так получилось, что последний договор с Римом, Вестгуты присоединяют к себе часть Галлии, прилегающую с одной стороны к Пиренеям, с другой к Тулузе, она выделена на карте темно-розовым цветом, а затем они присоединят к себе территорию Нарбонской Галлии, с одной стороны, а с другой, во время войн с богоудами в Испании, сначала со свевами, потом с богоудами, они присоединят, поставят под свой контроль территорию современной Месеты, и, собственно, с Валенсии, в частности. Соответственно, пройдет еще совсем немного лет, и король Эврих, сменивший на троне Теодорих II, король Эврих распространит свое влияние практически на весь Пиренейский полуостров, кроме королевства свевов. Свевы, держащие свои границы, например, их, как сказать, южная граница на севере – это Леон, да, а южнее – это Каинга. Соответственно, вот эти границы, они будут удерживать достаточно долго, королевство свевов будет уничтожено лишь в VI веке, да и то не в начале, мы об этом еще поговорим чуть позже, вот при короле Леове Гильде только. Но все равно Эврих захватывает почти весь полуостров, кроме, стало быть, Галисии, да, и Балиарских островов, которые удерживают вандалы. Плюс к этому, обратите, пожалуйста, внимание на карту, он властно вторгается в Галлию и раздвигает свои границы вплоть до Пуатье на севере, вот, и практически до Леона на востоке. Почти до Орлеана и до Леона. Вот. В Вестгутскую сферу влияния попадает и Марсель, и, ну, Нарбонн еще раньше, да, Нарбоннская Галлия, она же с Аптимания, надолго останется владением и Вестгутов. Вот. Но при Эврихе королевство Вестгутов достигнет своего максимального расширения и, как бы, максимального могущества. Апофеозом могущество Эвриха станет, конечно, 475 год. Собственно, в 470 он присоединит очередные земли, но в 475 Эврих подпишет с римским императором Ромулом Августовым союзный договор. Только он будет, как бы сказать, Федус наоборот. Согласно союзному договору 475 года Ромул Августов признает свою полную зависимость от короля Вестгутов. То есть это в известной степени нонсенс. Ситуация совершенно невозможная, юридически, формально юридически невозможная, но имевшая место быть император Западной Римской империи, император Август, признает свою зависимость от одного из своих федератов, от короля какого-то там варварского народа. Годом спустя Ромул Августов будет низложен Адаакром, как вы знаете, и эта двусмысленная ситуация прекратит свое существование. Вскоре там же умрет и Эврих. А наследник Эвриха, Алларих II, войдет в историю двояко. С одной стороны, как успешный, удачливый реформатор права, мы уже говорили с вами в рамках прошлой лекции о том, что такое бревиарий Алариха. И будем упоминать его еще раз в одном из эпизодов этой лекции. Отец Алариха, Эврих, будет ведь не только воином, да, или дипломатом, он издаст знаменитый эдикт Эвриха, эдиктом Эурици, в котором в основном будут регламентироваться проблемы раздела земель между готтами и римлянами, да, но если Эврих издаст, как бы сказать, свой авторский эдикт, Аларих выступит как кодификатор права. Ему будет, вот, он, собственно, затеет этот проект собрать все, что есть на территории его королевства, а территория, как мы видели, довольно большая, вот, собрать все правовые тексты, которые есть, да, проанализировать и составить единый свод. Ну, одновременно с этим Аларих войдет в историю как неудачный, неудачливый военачальник. В 506 или 507 годах, здесь точной даты нет, вестготы сойдутся с франками, которых будет возглавлять король Хлодвиг в битве при Вуе, иногда называют битвой при Пуатье, если вы посмотрите на карту, Вуе и Пуатье относительно недалеко друг от друга. В битве вестготы потерпят страшное поражение, Аларих погибнет в бою, согласно легенде его убьет лично Хлодвиг, но это никто не знает. Вестготы потерпят поражение, обратятся в бегство, франки будут преследовать вестготов, селеть на плечах буквально, вестготы устремятся перенеем, франки будут полны решимости пройти за ними на территорию Испании, Хлодвиг будут в общем свои вполне амбициозные планы, но вмешательство бургундов, чьи короли были связаны родственными узами с погибшим Аларихом, остановят франков и вестготам дадут уйти. На этом кончится Тулужское Кириллевство вестготов. Вестготы потеряют всю, все свои владения в Галлии, кроме Нарбоннской Галлии, кроме вот этой узкой полоски вдоль моря с центром в городе Нарбонна. На минутку адресую вас к иллюстрации. Это фибула в форме орла, выполненная в технике Куазанне. Вот бывают, знаете, изделия, ювелирные изделия, иногда кузнечные, иногда еще какие-нибудь визитные карточки народов, по которым вот опознают. Вот орлы, орлиные фибулы, выполненные в технике Куазанне, это визитная карточка вестготов. Если вы видите такую фибулу, значит вы смотрите на следы пребывания вестготов. Ну, давайте пойдем дальше. Собственно со смертью Алариха начнется совершенно черная история в жизни вестготского народа. Поначалу вестготов возглавит сына Алариха второго Гезалих, который проправит, как вы видите, совсем недолго и в 511 году погибнет. И вот здесь собственно будет любопытно. Здесь как раз будет любопытно, потому что на этом пресечется династия, правившая дом вестготов. Новым правителям изберут, да, понятно, да, вестготы, равно как и прочие германские народы королей выбирали. Это очень важный момент, просто он настолько очевиден, что о нем редко вспоминаешь. Следующим правителем выбрали Амалариха. Амалариха, любопытная фигура, это внук лидера устготов всемогущего Теодориха Первого Великого. Не путать с Теодорихом Вестготским, это другой Теодорих. И собственно избрание Амалариха означало ровно одно, означало, что посредством вот этой марионетки на троне Вестготским королевством начинает править Теодорих Первый Остготский. Держава Теодориха таким образом включала в себя всю современную материковую Италию, полоску вдоль моря в Галлии, да включавшуюся от города Марсель и дальше Нарбонну, и дальше практически всю Испанию, за исключением Галисии и Балярских островов. Теодорих будет править Вестготами через своего внука вплоть до своей смерти на самом деле. Когда он умрет, Амалариху останется недолго пять лет самостоятельного правления. Кончится оно трагично и страшно. Благодаря этому концу Амаларих войдет в историю. Он потерпит поражение от своего Шулина короля Австразии Теодориха первого в битве под Барселоной, отступит, разумеется, и соберет своих воинов на воинскую сходку, очередную регулярную воинскую сходку в Нарбонне. И там на этой воинской сходке по свидетельству источников Амаларих будет растерзан собственными воинами. Его разорвут живого на части, вымещая на нем гнев за проигранную битву, собственно говоря, и вот он окажется неудачным вождем, да, и поплатится своей жизнью. На этом собственно кончится законная династия Остготов, правящая в Вестготском королевстве. Трон переймут после гибели Амалариха сначала Теода, а потом Тевдегизил. Это два остготских магната и собственно говоря, первоначально Теода принимает трон как наместник Остготов, конечно, да, то есть он не самостоятельный правитель, а формально он наместник Остготского короля. Но в 535 году в Остготское королевство, как вы знаете, вторгнутся отряды Юстиниана, императора Юстиниана Августа Востока. Начнется знаменитая Остготская война, описанная Прокопием Кесарийским, которая продлится 20 лет до 555 года, закончится крушением королевства Остготов, но нас эта история интересует с точки о ней Испании, а здесь это отзовется тем, что при первой же возможности Теода заявит себя как самостоятельного правителя. Сменивший его Тевдогизил, несмотря на то, что будет Остготом, будет тоже править как самостоятельный вестготский корон. Правда, недолго будет править, как вы видите, всего годик. Его сменит Агила первый, Агила второй, кстати сказать, это будет последний кем-то вестготов, даже не всех вестготов, а уже Нарбоновской Галлии, но мы к этому еще придем. Его сменит Агила, повторюсь, и его направление нам интересно, с какой точки зрения власть у Агилы будет оспаривать такой магнат вестготский по имени Атанагильд. И стремясь получить помощь для того, чтобы сбросить струны Агилу, взять власть самому, Атанагильд совершит страшную ошибку, конечно, стратегическую, действие, определившую судьбу вестготской Испании на последующие несколько десятилетий. Он пригласит на помощь византийцев, попросит помощи у Юстиниана. Юстиниана охотно окажет помощь. Разумеется, византийские войска сбросят Агилу, но кто сказал, что они потом собирались уйти из Испании, византийцы ниоткуда просто так не уходили. Византийцы взяли под контроль юг Пиренейского полуострова, там был основан византийский Экзархат со столицей в, соответственно, Картагус-Патаре, в Картохене, в Новом Крахоене. И вестготы сражались уже с византийцами, причем все, начиная с Атанагильда, с того самого. Вплоть до 20-х годов 7-го века, до правления короля Свинтилы. Об Атанагильде, я упомяну еще только одну вещь, он учредит, утвердит, ближе к концу своего правления, он утвердит свою постоянную, как бы сказать, ставку, в городе Толедо. Толедо получит в документах официальный статус Урбс-Регия, царский город, королевский город, такой, знаете, прообраз столицы, хотя, конечно, не столица, столица это явление нового времени в Европе, но такой царский город, во многом по образцу Константинополя, конечно. И вот с этой точки, во-первых, начнется история Толедского королевства Ростгутов, о которой мы сейчас будем говорить, а во-вторых, с этой же точки начнется отстраивание того, что можно назвать проектом антивизантия. На карту, посмотрите, пожалуйста, здесь выделено зеленым цветом как раз владения византийцев в Испании. На этом мы останавливаемся и продолжаем разговор уже о Толедском королевстве. Спасибо.